Это же фастфуд. Фастфуд, все мы знаем, что он не очень полезен. А чем заниматься, не знаю. Все ж, когда прет, так прет. Через неделю оказалось, что я полностью прогорел. Воровали или не было клиентов? Не было клиентов. А шея уже затекла. Сергей, здравствуйте. Рад нашей встрече. Мы сегодня хотели бы с вами поговорить о вашем бизнесе и о вас как о человеке. Если позволите, хотел бы первым вопросом спросить, с чего все начиналось, с чего начиналось окопиться? Когда вы ее начали и что было в начале? Что послужило идеей? Все начиналось задолго до экопицы. Экопица началась в 2013 году. А бизнесом я начал заниматься, образно, бизнесом, как я сейчас понимаю, в 2002 году. А с чего начинали? Банально киоски куры-гриль. На тот момент куры-гриль как бы не существовало еще. Никто не знал, что такое курица-гриль. Все кушали копченых курей. А курица-гриль тогда только-только начиналась. Было две точки на город и у нас была третья точка на образцовом рынке. И было прикольно. Я подумал, что я бизнесмен, нанял двух человек себе. А сам пошел дорабатывать ту работу, которую работал. То есть вы работали на какой-то работе и это был как? Да. А тут я думаю, что сейчас я себе бизнес сделаю и пойду дальше дорабатывать. Ну получилось так, что… То есть хотели пассивный доход? Да. Я так думал, что это пассивный доход. Знакомая ситуация? Через две недели оказалось, что я полностью прогорел. Через две недели? Через две недели, да. Всего? Да, так быстро. А вы не вкидывали, не спасали бизнес, решили, что вот… Нет, я просто увидел, что это все не работает. Я увидел, что это все не работает и мне надо срочно бросать работу и заниматься самому этим бизнесом. Воровали или не было клиентов? Не было клиентов, продукт был полный вообще. Все было не так, все было не то, денег не было, естественно. Залез в долги и понял, что никогда в жизни их не отдам таким образом. В итоге я закрыл этот первый свой киоск. Опять же на две недели ушел на работу. Две недели рефлексировал, думал, что случилось вообще, как это произошло. В конце концов нашел человека, который разбирался в этом деле. На один день его нанял. И за один день он меня всему обучил. Это был очень сложный день в моей жизни, потому что человек был неординарный. Он в этом киоске и курил, и пил, и ругался. И это было какое-то испытание для меня. Но я это пережил, и потом мы вместе с сестрой, минимум полгода, не выходя из этого киоска, сами, своими руками. Это вы уже уволились и решили работать на себя? Да, да, конечно. А сколько вложили в первый бизнес, в этот вагончик? Вы чем руководствовались? Я так понимаю, не было ни рецептур, ничего. Вы просто купили оборудование и решили, что оно… Была какая-то сумасшедшая уверенность в том, что все должно получиться. Я разбогатею, что у меня все получится. Соответственно, ничего не сбылось. Весь бизнес-план полетел к чертовой матери абсолютно, потому что я не понимал вообще этого бизнеса, не знал. Я понял, потому что для того, чтобы что-то заработать, надо очень много там работать и вкалывать. И на самом деле, ну, банально, бизнес такой. Ты берешь три ящика курей, и один улетает на воздух, потому что это просто ужарка. Ты думал, что ты заработаешь на всех трех ящиках, а зарабатываешь только практически на двух. И второй ящик уходит на зарплаты и аренды, а третий ящик уходит на себестоимость и прочие расходы. И ты ничего не зарабатываешь. Ну, естественно, тебе нужны объемы. Без объема ты никогда ничего не заработаешь. Сколько стоил первый фургончик? Это фургон был, да, или это МАФ? Да, это была интересная история. Я до этого работал малером. Я красил автомобили. Ну, хорошо красил. У меня все получалось, но при этом денег не зарабатывал вообще. Ну, тратил их просто. Просто тратились деньги. У меня денег фактически не было. И за какие-то там деньги я купил какой-то старый гриль для кур. И осталось у меня там просто 100 долларов осталось. Всех моих накоплений. Приехал на образцовый рынок. Смотрю, ребята там устанавливают киоски. Я говорю, сколько стоит киоск? Они говорят, полторы тысячи долларов. Я говорю, окей, давайте сделайте мне. Они говорят, да, сделают. Я говорю, вот вам задаток 100 долларов. Начинайте. Они говорят, хорошо. Ну, просто так интересно получилось. Вот оно все складывалось интересно. За 100 долларов они взяли задаток и начали строить киоски. Я говорю, ну, рассчитаюсь по ходу и в конце потом рассчитаюсь. В общем, они пошли строить киоски, а я пошел искать деньги. И практически основную часть всех денег мне отдали мои клиенты. Которые мне окрасила машина. То есть как бизнес или как чаевые? Или просто вы? Просто я спрашивал, говорю, мне нужны деньги. Дай деньги. То есть есть ли цель? Вижу цель, не вижу препятствий. Просто вы понимали, что вам нужно 1400 долларов. Кровь из носа. Да, минимум 1400. Надо, чтобы киоск на базу платить. И, как ни странно, да. Но мои первые инвесторы это были мои клиенты, которые просто мне одолжили денег. Которые я вернул эти деньги через полгода. А, то есть они вам не безвозмездные? Они вам просто одолжили на какое-то… Просто без процентов одолжили. Потому что, ну, меня знали, мне доверяли. Потом, после того, как прошло вот полгода, да, пока вы стабилизировали с семьей, случился семейный бизнес, да, вы как-то масштабировались или вы решили… Да, да. У меня за два года мы сделали 12 киосков по городу таких. Это были и киоски, и прицепы. Это был очень выгодный, классный уже бизнес пошел. Мы тогда запустили волну пончиков. Тоже такая прикольная, интересная история. Когда вот не знали, чем заняться в этом киоске, когда люди подходят и, не знаю, копченые куры, мы говорим, они не копченые, жарим. Видите, дым не стоит, мы не коптим ничего здесь, мы просто жарим кури. Люди не понимали, не покупали. И мы очень много экспериментировали, и один из экспериментов был пончики. Жир-то скапывает, в нем можно пончики жарить, да? Нет, нет, нет. В ходе экспериментов, что пойдет, что будет продаваться и что нужно людям, мы решили купить фритюрницу. И в этой фритюрнице жарить картошку фри. Рядом рынок, продавцы стоят, и нам хотелось, ну, чем-то им угодить, хоть кому-то продавать. Хоть продавцам, не людям, ладно, но хотя бы местным торгашам, которые… Это некий даунселл, да, получается? А? Вместо курей даунселл какой-то. Ну, чтобы что-то подешевле. Были и куры, да, но надо было что-то еще. Я поехал, купил небольшую фритюрничку такую. Но до картошки фри не дошло, потому что я приехал, сестра говорит, давай попробуем пончики. Я говорю, ну, давай попробуем пончики, давай. Мы намесили тесто, раскатали, делали его принципиально не так, как надо делать. Но, тем не менее, что-то получилось. В общем, мы нарезали этих пончиков крышками большими от больших бутылок, там, от маленьких бутылок сделали дырочки. В общем, эти пончики у нас поднимались, мы начали их продавать, и у нас начали выстраиваться очереди, начали, ну, записываться люди на эти пончики. Прям запись ввели, но мы не успевали их жарить. Я понял, что, ну, это очень классная идея, но не сейчас и не в этих условиях. Я ее себе отложил в памяти и потом реализовал через год, когда открыл новый киоск и купил себе профессиональный, большой еще советский, правда, аппарат, который жрал очень много масла и работал как цивильский цирюльник, который просто там гремел и громыхал три двигателя, там куча механизмов. Рядом с ним не слышно было собеседника, рядом с этим аппаратом. Но, тем не менее, он выдавал уже хорошие классные пончики, и у нас начали выстраиваться очередя на эти пончики. Потом там следующие киоски, следующие, следующие, и у нас были очередя по 20 метров, люди часами стояли. То есть у вас именно за пончиками? То есть у вас была курица в этом же киоске и пончики, сладкие пончики? Были киоски с курями, а были киоски отдельно с пончиками. Одно со вторым оно никак не… Были киоски с курями, были киоски отдельно с пончиками. И, да, это никак не мешало друг другу. До сих пор это один из проектов, самый последний, работает на Фроновском. И пончики, и коры грели. Но он уже не ваш, это проданный бизнес? Да, я его продал, да. Круто. Ну, было классно, мы зарабатывали, очень хорошо зарабатывали. На тот момент там прибыль была практически 12 тысяч долларов в месяц. Это чистая прибыль была. Очень неплохо. На одного человека. Для начинающего бизнеса очень-очень неплохо. Да, очень здорово. Что с ним случилось? Что потом? Ничего, просто умерли эти все киоски, начали умирать этот бизнес, запретили прицепы, все это начало сворачиваться. И надо было искать что-то другое. А как выжила шаурма? Или они просто… Ну, я не знаю, она же тоже трансформировалась. Она тоже не осталась такая, как была тогда. Прицепы просто запретили на уровне закона. Не закона, но местные власти запретили киоск. Эти прицепы, которые стояли по всему городу. Это очень правильно. Они реально уродовали город, эти все прицепы. А основной бизнес Кури-гриль был, все-таки он делался из прицепов, а не с киосков. И появилась масса оборудования, никому не нужного появилось. Ну, все это, в общем, было просто… Просто все погибло. Все эти бизнесы. Все люди, которые этим бизнесом занимались, они все начали заниматься другими бизнесами. Какая на пике была сеть, численность фургончиков? 12. И сколько удалось продать? Что-то удалось продать, что-то просто закрыли, до сих пор где-то стоит. Ну, фактически мы ничего там не вытянули, но мы заработали в свое время. И все, поэтому не жалко было это все. Ну, то есть вы то, что продали, вы, по сути, безвозмездно отдали? 13. Можно и так сказать, да. Не, но что-то попродавали, да, в другие регионы, там где-то еще работало. 13. Это же так. Да. 14. Что было потом? Ну, потом было, ну, оно было и по ходу, и потом. Оно все же, когда прет, так прет, нормально ты занимаешься. Мы по ходу продавали киоски, такие же прицепы. Я там был региональным дилером здесь, по Днепру, с этими прицепами. И мы продавали их не только по Днепру, мы продавали их и в другие регионы. Мы их оборудовали, мебель, оборудование устанавливали. То есть это был еще параллельный бизнес такой. Благодаря этому бизнесу познакомился с другими предпринимателями, которые у меня покупали киоски. Со многими из них дружу до сих пор в очень близких, хороших отношениях. С некоторыми из них сделал совместный бизнес какой-то. То есть тоже так. Пончиковые аппараты эти продавали. Когда мы поняли, что пошла эта волна, и мы уже не одни на этом рынке, к нам приходили люди и просили нас, давайте как-то вместе, давайте мы вложим денег, а мы тоже хотим. Это постоянно был диалог. Никто не знал слово франшиза, да? Нет, ну знали, наверное, да. Как-то оно было так просто все. Подходили люди и говорили, ну а как? А покажите, а научите, а продайте там что-то там еще. И я понял, что это не остановишь эту, ну сама по себе она не остановится. Надо, значит, ее немножко как бы подмять, не подмять, но как использовать. И мы стали тут продавать аппараты пончиковые, московские. Люди, которые делали ракеты в свое время, остались невостребованы. И в Москве вот один из таких заводов, который реально производил комплектующие там для ракет, какие-то, ну там очень крутые инженеры, остались без работы. И для того, чтобы их не распускать, им сказали, ребят, вы тут остаетесь. Делайте все, что хотите, только никуда не уходите. Ребята, вот одни из ребят их назвали свою фирму изобретатель. Они реально такие были изобретатели крутые. И начали изобретать такие вещи, которых вот раньше не было или были, но они принципиально по-другому их изобретали. Вот пончиковый аппарат, в котором не портится масло. В котором подача пончика идет снизу емкости. Пончик не падает в масло, и потом его надо переворачивать. А пончик подается снизу уже внутрь емкости с маслом, и пока он поднимается вдоль стержня по маслу, выходит уже готовый пончик, и его остается только снять. Он жарится без кислорода, внутри фритюра жарится. Соответственно, у фритюра минимальный тоже контакт с кислородом, и благодаря там определенным завихрениям, которые происходят в этом процессе, фритюр не портится. Соответственно, ну очень это рентабельно становится, потому что не надо часто менять, ежедневно менять фритюры. Он меняется раз в неделю, может быть. Пончиковая экосистема. Да, да, это очень круто было. Они придумали какие-то ректификационные крутые колонны для перегонки спирта, для выгонки спирта, какие-то контактные сварочные аппараты для сварки фольги. То есть настолько тонких изделий, чтобы можно сварить фольгу и так далее. И вот я на них вышел, и мы ездили в Москву, покупали эти аппараты и контрабандой фактически разбирали их, и как запчасти перевозили сюда на своем автомобиле. Загружали вот так вот прям эти разобранные кончиковые аппараты, и так вот гоняли их из Москвы сюда, продавали здесь. И опять же, благодаря этому тоже много знакомств, много связей обрели здесь. И потом благодаря этим связям бизнес продолжается, развивается. Потом из одних из своих бывших клиентов мы объединились и занимались, образно говоря, ресторанным бизнесом. Это были такие летние площадки, киоск, опять сделали киоск. Появилась идея заниматься варениками. Классная тема, вареники, национальный такой продукт. И хотела сделать вареничную, которая... Вот у нас была одна вареничная, она Карломарса, еще советская. Которая на площади Ленина? Не-не-не, вот здесь вот, ну ее уже давно нету. Здесь была вареничная недалеко от родины. И все, ничего больше такого не было специализировано. И захотелось сделать такой бизнес на варениках. И мы сначала сделали пару киосков и продавали из киосков. У нас был свой цех, мы сами лепили их. Ну, лепили у нас сотрудники. Мы их замораживали, привозили потом в киоски. И у нас были там профессиональные пароварки. И мы там варили на пару эти вареники и продавали их. Это какой год? Наверное, восьмой-девятый. И потом мы поняли, что это киосочная тема, она все-таки... Ну, это все неправильно немножко. Искали помещение, нашли помещение и сделали вареничную. Кафе, полноценное кафе сделали. До сих пор работает в вареничной кумасе. Да. То есть это изначально ваша была? Да. Класс. Очень любили заведения. Когда-то, сейчас как-то не заходим, но как только оно появилось... Тоже морально оно уже немножко, наверное, устарело. Хотя, ну, людей там много. Люди ходят, кушают. Отличные вареники, они очень сильно расширились. Очень большая уже кухня, производственный цех. Нет, вареники супер были, да. Делают вареники, да. Идея была такая, чтобы... Ну, все дело в идее. Потому что в бизнес, ради бизнеса, они очень интересны. Интересно, когда есть какая-то идея. И хотелось вот создать вот эту вареничную... Только при мысли, при слове вареник, вареники... Всплывал образ этой вареничной именно, кумасе. И все. Вареники, если вареники, то там. Если угостить приезжих своих гостей, иностранцев, или там, ну, любых других гостей, то, конечно, надо везти вареничную... Да, абсолютно. В свое время абсолютно так и было. Да, вы очень большие молодцы, да. Ну, название помогло нам... Тоже название был, хороший концепт заложен, кумасе. Мы... Что мы сделали? Мы там проводили даже... Была идея. Реально там... Ну, просто как-то это все умерло на этапе бизнеса. Когда бизнес не очень хорошо идет, а первое время там не очень хорошо шла торговля, ты погружаешься больше в бизнес, чем в идею. На первом этапе у тебя идея преобладает. Бизнес на втором немножко месте. Потом, когда ты погружаешься в рутину, идея часто отходит на второй план. А когда идея уходит, теряется энергия. За потерей энергии теряется... Ну, теряется смысл. Когда нет смысла, нет энергии. Нет энергии, нет... Ну, появляется какая-то депрессуха. Ну, и кроме того, бизнес, если он существует без идеи, он может куда-то в сторону увести. Да. Ну, вот идея была в том, что мы там проводили... Первое время мы проводили обряды посвящения кума и куму. Люди после крещения ребенка, соответственно, уже появляется новоиспеченный кум, там, кума, ребенок, крестник, крестный крест, крестная кум, кума, крестник. И вся вот эта процессия, которая там в церкви только что ребенка покрестили, они приезжают к нам, мы их встречаем, там, встречает их такая кумася в национальной одежде, там, с хлебом, с солью, там, с какими-то там текстами интересными. Все это заходится, там, какие-то там обряды определенные, там, посвящение кума и куму, там, выдавали диплом кума и кумы, там, с фотографией. Все такое очень классно было вообще. Есть видео даже, можно найти в Ютубе, интересно. Но потом эта рутина, она затянула в то, что, блин, как-то немножко притухли мы с идеей, больше углубились в бизнес, а мне это стало немножко неинтересно. Вот, и я фактически просто вышел из этого бизнеса, оставил его партнера. И так происходило не один раз. Мне, когда идея уходит, когда уходит смысл, я, ну, как бы, мне неинтересен становится бизнес. То есть вам интересно взращивать с нуля? Или вы не видели просто какого-то масштабирования новых вызовов у кумаси? Новые кафешки, я не знаю. Да, была мысль делать франшизу, ну, да. Наверное, из-за того, что, ну, вот я объясняю, да, как-то просто потерялся смысл, какая-то идея, да, и все это стало неинтересно. А когда тебе становится интересно, заново это все, ну, как-то пытаться воскресить, пытаться как-то заново себя завести, уже, ну, это уже усилие какое-то ты себе прилагаешь. То есть надо делать на первой волне. Надо стараться максимально, если у тебя есть хорошая идея, и ты загорелся ею, то тебе желательно, конечно, продолжать гореть ею. А в рутину, лучше рутиной пусть занимаются другие люди. Лучше найти других людей, которые смогут делать вот ту работу, очень важную, без которой идеи тоже не будет, да. Ну, и если идея потухнет, то и потом бизнес просто умирает. После кумаси уже, я так понимаю, мы подходим плавно к экопице? Ну, еще не экопице, был промежуточный этап в одном из комплексов, там, где у меня мои торговые точки были, арендодатель, предложил мне место одно. И говорит, ну, делай там все, ну, что захочешь, то и сделай. Вот возьми хорошее место. И я такой, ну, хорошо, возьму. А чем заниматься, не знаю. Как бы идей вообще не было. Я был просто вот после кумаси, у меня не было вообще никаких идей в мысли. Я отдыхал, я фактически просто взял себе отпуск такой. Месяца два-три, наверное, прошло. У меня не было даже идей никаких, не появилось. И когда мне предложили взять эту точку, ну, начал думать о том, что я в последнее время видел, что мне понравилось, что меня зацепило. И вспомнил, как мы отдыхали в Судаке. И как-то вечером шли по Кипарисовой аллее и захотели кушать. А там очень много вот этих точек с пиццами было. И мы взяли пиццу, нам очень сильно понравилось. И с удовольствием ее съели. Голодные, потому что были. И мне вот осталась идея в голове пицца. И мне казалось тоже, точно так же, как и с курями. Мне казалось, что это так просто. Что там, ну, начинка какая хочешь. Раскатал, побросал и в печь засунул. Да, очень просто, очень маржинально, очень здорово там вообще. Ну, бизнес очень такой относительно простой. Главное разобраться в нем. Ну, решил делать там пиццерию. А на самом деле пространства было очень мало, 30 квадратных метров. 30 квадратных метров – это вообще ничего. А мне надо было там сделать и производство разместить, и зал, где будут люди находиться. На 30 квадратных метрах – это 5 на 6 пространство. Это очень маленькое. Долго планировал, а опыта никакого нет. Я не понимаю сам процесс технологический, как, что, зачем идет. Вот как вот должен двигаться товар, который превращается в продукт. И как он потом продается. И вот это еще в ограниченном очень сильном пространстве. Ну, несколько недель я сам пытался нарисовать. А потом связался со своим поставщиком оборудования, с которым я уже много лет уже работаю. И вот спросил, ну, кстати, тоже такой лайфхак, я им пользуюсь. Позвонил поставщику и говорю, слушай, ты же продаешь много печей для пиццы, да. Ты же продаешь им бизнесу, да. Ты продаешь их не просто какому-то закупщику, а реально предпринимателям к тебе обращаются. Познакомь меня с одним из таких твоих клиентов, которые занимаются пиццей, которые захочут со мной поделиться. А я взамен готов там, ну, своим опытом поделиться каким-то. Ну, на тот момент у меня свежий был опыт, это вареники. Если что, я могу по вареникам подсказать. Через неделю мне звонит, говорит, есть человек, который готов за твой рецепт вареников дать свой рецепт пиццы. Приезжай. Ну, хорошо. Поехал я в Киев, познакомился с этим человеком. У него свои столовые, в которых они делают и пиццу. И хотели делать вареники, но толком не знали, ну, как бы... С чего начать? Да, с чего начать. И мы вот так целый день провели с ним. Он оценил всю мою планировку. Он меня познакомил со своим шеф-поваром, который итальянец. Он тоже все это посмотрел. Кое-что подкорректировал, но, в основном, оказалось, все правильно нарисовал. Вот. Дали мне свои рецепты. Соусов, пицц, там, всех дел. Они же не чувствовали во мне конкурента. Да, это они в Киеве. В разных городах, да. Да. Мы, ну, это нетворкинг, это знакомство какое-то. В будущем можем друг другу пригодиться, там. И все такое. Я со своей стороны дал там рецепты вареников. Объяснил, как там, ну, какие-то нюансы, какие-то тоже тонкости. В общем, целый день мы провели очень сильно, ну, очень продуктивно, классно. Я вернулся и уже знал, что надо делать. Все. Мы там сделали классный ремонт. Мы там все сделали очень хорошо, красиво. Все поместились прекрасно. И, ну, дальше начались проработки. Конечно, все не получалось. Я в этом плане перфекционист. И я никогда не делал, ну, не могу продать плохой продукт. Я понимаю, что я не могу гарантировать 100% качественный продукт. Потому что есть всегда человеческий фактор. Есть фактор, там, какого-то сырья, может быть, что-то не так пойти. Но если складывается все правильно, если люди правильно работают и правильное сырье, то продукт и вкусный должен быть, и выглядеть должен хорошо, красиво. Может быть, пользу какую-то нести, смысл какой-то обязательно должен нести. Вот. Но на тот момент, кстати, вот эту пиццерию я делал без особого смысла. Это был просто эксперимент. Я пытался... Просто было место, просто была возможность... Да, вот... Тренировались на кошечках. Поработать с пиццей, да. Ну, и все относительно получилось. На тот момент, в принципе, товар зашел, продукт зашел людям. А где вы были? В Рунзенске. До сих пор пиццерии это работает. Не знаю уже на каких технологиях и что там. Я туда не заходил. Я всегда, когда с бизнесом прощаюсь, я больше туда не возвращаюсь. Ведь я его создавал, я его... Даже понастальгировать? Да, я не ностальгирую. Я прощаюсь и больше не возвращаюсь вообще туда никогда. Ну, за редким-редким сильно исключением. Ну, там все получилось. Люди начали просить доставку. Почему вы не доставляете? А вот если я попрошу, вы привезете или не привезете? Я понял, надо что-то в этом направлении делать. Нанял курьеров. Курьера одного нанял. Ну, заказов нет. Ну, так обычно и бывает. Когда тебе люди говорят, а почему у вас этого нет? Ты говоришь, о, будет. Все сделал. А спроса-то нет. Тебе кажется, что если один спросил, то будет еще 10-20-100 человек, таких же, которые придут и купят. Они не приходят. Не получается тогда. Ну, все. Убрал этого курьера. Ну, мысль осталась. Доставка. Мы понимаем, что локация не та. Фрунгенский. Могу доставку делать только локальную. А интересно доставлять по всему городу. А с Фрунгенского доставлять по всему городу абсолютно нерентабельно и бессмысленно. И эта идея появилась, зародилась. Прожил я с этой идеей где-то полгода. Я не помню, как я познакомился с этим человеком. Была у нас сеть кафе и магазинов Эсперанто. И был там директор Юра Держи рука. Он сейчас коммерческий директор Галычины. И он мне посоветовал, говорит, возьми парашютто. Вот классный парашютто мы с вами привозим. Возьмешь себе в пиццу положишь. Я так сопротивлялся немножко. А потом, ну, говорю, давай. Взял парашютто и сделал пиццу 4 мяса. На тот момент, ну, все знали только пиццу 4 сыра. Пицца 4 мяса, это сейчас знают, почти в каждой пиццерии есть пицца 4 мяса. И на доставку, и так. На тот момент не было такого названия даже. Я гуглил, ничего такого не было. И я назвал, ну, есть 4 сыра, есть 4 мяса. У меня 4 сыра не было первые 3 года. Хотя это классика. Но я ее не делал, потому что я понимал, что я не знаю, как ее сделать. Я знаю, как сделать любую пиццу, кроме 4 сыра. Потому что я понимал, что это очень должен быть вкусный продукт. Ну, так, чтобы сделать достойно. Да, чтобы сделать достойно. Я думал, что на нее не будет спроса. Она будет дорогая. Соответственно, она будет редко продаваться. Сыры могут портиться. Я не смогу выдать качественный продукт. У меня 3 года не было этой пиццы в продаже. Но 4 мяса у меня было с первых там полугода. И она была очень популярная. Она была самая популярная. Она очень хорошо заходила. Она сейчас до сих пор с тем же самым рецептом. Один в один. Так я познакомился с этим человеком. И потом, когда я узнал, что он ушел из эсперанто. А у него очень большая, ну, очень классные компетенции. В плане маркетинга, в плане производства, в плане упаковки. Я считал. И мне хотелось с ним чем-то заняться вместе. Вот я ему предложил. Говорю, давай сделаем вдвоем доставку пиццы. Потому что я могу делать пиццу. А ты умеешь классно это все продать. Ну, вот так вот слово за слово. Потихоньку мы как-то постепенно пришли к тому, что ну давай. Хорошо. Давай искать помещение. Давай думать о концепции. Давай думать в общем о каких-то нюансах. Это не было за один раз. Это так вот мы промежуток. Вынашивали идею. Вынашивали потихоньку эту идею. Да. Даже о названии тогда речь не шла. Просто мы думали мы оставим то же самое название, какой-то пиццерии Pizza City. Но зацепились за то, что ну а что мы будем оставлять у клиента. Вот дома у клиента что останется после того, как он съест нашу пиццу. Открытка, там флайер, визитка, магнитик. Все это так банально. Все, все обычно. Как-то я говорю, а давай как-то сделаем так, чтобы он там кусочек коробки оставлял у себя. Ну интересно. А это высечка, не высечка. Что это будет. Неизвестно пока. И мы потихоньку потихоньку пришли к тому, что давай пусть он коробку у себя оставляет. А там будут написаны все наши контакты и все. И он должен ее оставить. И она ему должна все время напоминать о нас. Ну как заставить человека оставить у себя коробку. Ну сложно достаточно. Ну давай, хорошо, пусть он потом нам ее вернет, а мы ему дадим скидку. Там пять процентов. Чисто такая символическая скидка. И потом нас просто током прошибло. Мы поняли, что вот в этом и есть вся идея и весь смысл вообще. В том, что мы же сами такие. Мы же сами не выбрасываем. Мы говорим, не выбрасывай коробку, верни нам ее. А мы же понимаем, что мы сами тоже ничего не выбрасываем. Ни бумагу, ни мусор. Ну все там сортируется дома. Все потом развозится по разным местам. Стекло там, где стекло принимают. Или там эти баки, где стекло собирают. Макулатура там, где макулатура. Там пластик, там где пластик. И мы поняли, что ну блин, мы же первые такие, что мы не выбрасываем это все. И мы тоже, ну у меня куча коробок постоянно дома от пиццы лежит. Просто потому что я не в состоянии выбросить коробку просто в мусор. И появилась вот эта идея эко. Ну она тогда не называлась эко еще. Просто появилась эта мысль в том, что сделать этот концепт. И насколько это глубоко и широко, и насколько это потенциально вообще классно. Что весь мир идет туда, в сортировку. Тут уже у нас появилась вот эта концепция. Которая была намного глубже этого бизнеса на самом деле. Потому что бизнес это просто пицца. А концепт это совсем другое. Потом, когда мы разрабатывали логотип. Мы подумали, ну это устаревший логотип, его надо переработать. И Тарас Шибко нам разрабатывал. Привет Тарасу, молодец, классный. Сделал логотип нам. Мы с ним встретились, объяснили ему идею с этими коробками. Тоже он взял паузу. Месяц. Не, не месяц. Ну буквально там неделю, может быть две недели. Он подумал. Потом мы встретились с ним. И он нарисовал этот логотип наш. Это пицца-дерево. Вроде не сразу все понимают, что это дерево на самом деле. Но это пицца-дерево такое. Я признаюсь, до сегодняшнего дня я не замечал там дерево. Но логотип. При том, что логотип ваш я помню. Ну зеленая такая верхушка. Да, да. Я всегда там видел пиццу и просто кусочек. Да. Мерное хренее открытие. Потому что они не видят это. А когда видят, открывается еще глубже этот смысл. Понимаешь? Это еще, ну это как бы вторая глубина там такая. Там дальше третья, может быть четвертая. Это очень интересно. А в этом, потому что бизнес ради бизнеса, я же повторяю, мне это не очень интересно. Я быстро перегораю и мне уже хочется чего-то другого. Если нет идеи, какой-то нет смысла. И когда мы подставляли название старое под этот логотип новый, пицца-сити, что-то не срасталось ничего вообще. Это мы в мост-сити сидели там на фудкорте и там в ноутбуке. Он там что-то там двигал, двигал, двигал. Говорю, давай напишем эко. Уберем там сити, а напишем эко-пицца. Написали эко-пицца и мы такие вот оно. Вот это оно. Все. Все получилось. Все. Получилось это название, бренд. Идея сформулировалась. И все. Нашли помещение. Ну а дальше все пошло как. Вы сразу открылись на левом берегу где-то? Нет, нет, нет. Мы на Тополе открыли. На орбите наше первое производство было. Большое? Сколько стоил запуск? 130 квадратных метров. Аренда дешевая очень была. 4 тысячи гривен на тот момент это вообще ни о чем. Ну очень здорово было. Просто само место такое тоже. Ну это такой бизнес, который может себе позволить так называемый dark kitchen, где тебе не надо красная линия. Тебе не надо близость к клиенту. Ну такая уже очень сильная близость. Прямо буквально вот перед носом ему что-то ставить. Ты можешь находиться где-то глубже, в глубине и доставлять. А то, что было большое плечо до левого берега? Да, да. Это было очень тяжело. Да, тоже не очень правильный выбор локации оказался. И поэтому нам первые два года было очень сложно. Дешево изначально, но дорого потом. Да. Ну и поэтому да. Следующие все наши производства они в центре расположены. Чтобы работать по принципу солнышка, когда ты находишься в середине. Тоже не обязательно стоять на красной линии. Можно найти недорогое помещение где-то в центре, но во дворе допустим. Да, в каком-то подвальчике может быть. Или там в каком-то помещении другом. Но быть все-таки да. То есть плечо должно быть небольшое в этом бизнесе. Сколько сто в запуске, если помните цифры? Оборудование, помещение я услышал, да, 4000 гривен. Оборудование, коробки, да. Дизайн коробок, партия коробок. Персонал, обучение. Вот это вот все. Персонала было немного на самом деле в начале. Так как заказов немного и персонала немного. И много свободного времени. Можно заниматься концептом. Можно заниматься чем хочешь. В оборудование мы вложили денег тоже немного. В основном это вся нержавейка и печень. Понятие немного для всех разное. Это примерно какие-то цифры, порядки цифр. Это было где-то 40 тысяч долларов всего. Ну это не дорого. На самом деле это среднее, наверное, что-то такое. Без заморочек. Без дорогих вентиляционных систем. Без дорогого там оборудования профессионального. То есть 40 тысяч это по минимуму? Ну условно по минимуму. Ну не, можно намного дешевле. Я видел ребят, которые тоже в этой же самой сфере. Конкурировали с нами. Причем достаточно успешно в плане того, что ну они классно там. Вот смотришь в интернете, крутая компания. Классный слайд, все там. Смотришь, блин, класс. А попадаешь к ним на производство, а они на обычных домашних кухонных столах работают. В обычном холодильничке там тесто в пакете стоит. Какая-то печка вот такая вот самая дешевая, даже не профессиональная в ней выпекают. Но визуально смотришь в интернете, ну классно. Красивая обложка. Красивая обложка, да. А у вас изначально были конвейерные печи, как у вас сейчас? Нет. Обычные. Кодовые печи, да. Конвейерная для начала она дорогая и она не рентабельная. Потому что когда у тебя мало заказов, она потребляет очень много электроэнергии. Она все время работает и она очень мощная. Поэтому она не рентабельная в начале. Как вы решали вопрос потока клиентов? Как вы их привлекали? Это интернет, листовки, какие-то акции? Это отличная наша проблема. У нас с маркетингом все, я считаю, что у нас достаточно печально. В основном продвижение было за счет сарафанного радио. Вот эта идея, верни коробку, получи скидку. Люди рассказывали друг другу о ней. Посадки деревьев и все такое. Плюс вкусный продукт. Что да, то да. А рецептура перекочевала та же или она была изменена? Она перекочевала, но она все время меняется. Она даже сейчас меняется. Когда появился вот этот знаменитый рецепт теста, вот оно у вас абсолютно какое-то свое, необычное. У нас тесто, да. У нас это уже, я не знаю, десятая, наверное, итерация. Может быть, больше даже, чем десятая. Я постоянно, я даже сейчас не очень доволен текстом. И мы все время, мы сейчас проводим эксперименты. Потому что смысл в том, что наша миссия, так можно сказать, да, это доставка пиццы с пользой. Заказать пиццу можно где угодно, сделать это с пользой, можно только выкопиться. То есть, с этими коробками, с этими деревьями. Это одно, да. И второе, это еще и, как бы, нельзя сказать, что пицца это полезный продукт. Ну, я так сам не могу сказать, я производитель. Я всегда верил, что эта пицца очень полезная. Потому что у вас написано, что она похудательная. Она из твердых сортов пшеницы. И она, соответственно, не влияет на бока. Ну и плюс, что там сырочек, помидорчики. Все отлично. Это не так. Анализы не улучшатся. То есть, если ты пойдешь после того, как съела пиццу, сдашь анализ, твой анализ лучше не станет. То есть, вегано не спешит. Самое главное, что он и хуже не должен стать у тебя. Правильно? То есть, продукт должен быть такого качества, который не сделает твое здоровье хуже, чем оно было до этого. А пицца потенциально может это сделать. Потому что мука там высшего сорта. Сам товар может быть некачественным. Ну, сырье, из которого это сделано, может быть некачественным. Если не думать об этом, а готовить просто, просто выдавать продукт, который нравится людям, то нельзя назвать пиццу. Это же фастфуд. Фастфуд, все мы знаем, что он не очень полезен. Но я стараюсь сделать свой фастфуд хотя бы не вредным, хотя бы нейтральным по отношению к здоровью человека. Или в лучшем случае чем-то полезным. Поэтому мы уже 4 года почти как отказались от дрожжей. В принципе, мы используем закваску. Мы перешли на муку цельнозерновую. Так как я все время ищу новый рецепт теста, интересный, вкусный и полезный, я прошел курс пекарей сам лично. Поехал в Киеве и прошел курс такой интенсив, серьезный. Он трехдневный, но это с утра до вечера, это работа с тестом. Разные рецепты, разные технологии, разные сорта хлеба и всего на свете. Очень хороший курс, рекомендую его. Называется «Хлебная корзина», Вита Козер тоже умничка. До сих пор нас сопровождает, все время отвечает на наши вопросы. Приезжала к нам сюда, проводила у нас здесь мастер-класс для моих поваров. Я ее сюда вызывал. И там я познакомился. Она показала очень много разных технологий. Показала, как можно работать на бездрожжевом тесте, без дрожжей на закваске. Показала разные сорта муки. И там же сразу же в тот же день, когда я проходил это в один из дней, связался с поставщиками. Договорился о том, что они мне высылают пробную партию муки. Сразу же закупил эту закваску и начали работать мы с цельнозерновой мукой. Ребята во Львове купили в Австрии такие мельницы деревянные, большие деревянные мельницы, у которых такие огромные каменные жернова. И они перетирают зерно, закупают зерно, сами его там как-то сушат и перетирают его на этих жерновах каменных. И оно вот трется и сыпется прямо в мешки. Просто там сетка такая, которая отсеивает 25% шелухи. Все новое, хорошо забытое, старое, да? Да, да, реально старая технология. Причем она абсолютно по-другому влияет на качество муки. Ну там свои какие-то процессы происходят, я туда сильно не углублялся. Но я к ним сам, я к ним поехал во Львов, познакомился, посмотрел на их производство, на их технологии, пострелил в глаза этим людям. Ну, буду я с ними работать, хочу я с ними работать, как они это делают. То есть тоже надо понимать вообще, кто твой партнер в этом отношении. Потому что фактически это основное сырье твоя мука, это очень важно. Хуже, когда это завод, куда ты не можешь поехать. А это ребята, вот они такие, тоже предприниматели, которые делают такое зерно, ну муку такую. Вот, ну с тех пор мы это делаем, сразу стали делать на цельнозерновой, чисто цельнозерновой в муке. Но получился такой реально ржаной хлеб, который никому из клиентов не зашел. И мы были вынуждены, ну посыпалась просто куча жалоб. Нам очень понравилось, потому что мы понимали ценность этого теста. Людям вообще не зашло. Они говорят, верните, пожалуйста, нам вредное вот это, но нам оно больше нравилось, чем вот это полезное. В итоге мы сделали микс 50 на 50, это допускается вполне. Ну хлеб с добавками, там 20% всего добавок. То есть это 80% муки высшего сорта, 20% гречаной какой-то муки и у тебя уже гречаный хлеб. 20% ржаной муки и у тебя уже ржаной хлеб. Цвет доводится там солодовым экстрактом, доводится какими-то другими вещами. Он становится черный, там серый, какой-то еще там. А на самом деле вот так. Потому что без муки высшего сорта у тебя хлеб может не получиться просто. Просто тесто будет глыбкое какое-то или что-то еще там. В общем, сложно. Делают, делают, но это сложно. Технологически сложно. Поэтому считается по классике 20% добавки и ты уже называешь хлеб, вот так. У нас 50 на 50. Сейчас вот мы проводили эксперименты, хотели опять перейти на 100. Вернуться еще раз попробовать. Но опять получили… Разделать для гурманов, да? Получили химбек не очень хороший. Перешли на 75-25. Но тоже, тоже заметили и тоже ощущается такой вот хлебный вкус. А он там, ну именно тот, который, он такой немножко с кислинкой получается, он не подходит к пицце. Обратно мы вернулись 50 на 50. Но там убрали сахар полностью, который раньше использовали. Изменили масло на другое, более качественное вообще, если… ну, чисто оливковое масло. Ну вот работаем. Постоянно работаем над тестом. Что касается сыров, они местного производства? Вы откуда их… С сыром используем, ну, моцарелла местного производства. Покупаем… В Полтаве есть завод. Мы туда тоже ездили, познакомились лично, посмотрели на производство, как оно работает. Потому что повинится, что это не где-то на кухне кто-то там мастырит этот сыр. А реально там в селе, ну, полноценный еще с советских времен молокозавод остался, его восстановили. И делают на нем там сыры сулугуни, моцареллу и что-то еще там они делают. А моцареллу берем там. А остальные сыры… Пармезан в пицу берем только пармежано-режано. Ни грана-падана, там, ни какие-то джугасы и все прочее. Никаких заменителей? Принципиально. Ну, честно говоря, у меня принцип такой. Мой закупчик прекрасно это знает. Но, тем не менее, иногда ко мне обращается. Говорит, ну, Сереж, сейчас нет пармезана, есть грана-падана. Давай возьмем, он дешевле. Говорю, ищи пармезан настоящий. Пармезан-режано. Тоже у меня пунктик по этому поводу, потому что, ну, продукт, если ты говоришь, что это пармезан, это должен быть пармезан. Нет, это очень круто, потому что, ну, на самом-то деле, наверное, не каждый, далеко не каждый из нас гурман, и не каждый из нас отличит пармезан от грана-падана, по большому счету. Никто не отличит. Да, можно просто сыпать все, что угодно, но очень крутой подход. Да. Я когда был в Италии, просто ездили в бизнес-трип был, поездка, и мы ездили по заводам. Завод по производству пармезана, два завода по производству пармезана было. Завод по производству, там, колбас, мясных, там, прошутто, всех изделий. В том числе ездили и на Феррари, там, завод, и на Дукати, и Ламборгини. В общем, такая интересная поездка была. И в винодельческие были всякие, там, очень древние, там, 400 лет винодельня. Вот. И когда ты это все почувствовал, когда ты понял, что такое настоящий пармезан, ты уже не будешь пользоваться грана-падана. Лучше поставить на 3 гривны дороже пиццу и окупить этот пармезан, чем продавать этот грана-падана, который не даст того вкуса, который должен быть. Это очень крутой посылок. Мы немножечко отвлеклись от маркетинга. То есть маркетинг у вас в социальной какой-то ответственности, в высадке деревьев. Что касается именно привлечения клиентов, это контекстная реклама? Контекстная реклама. Ну, в основном это контекстная реклама. Сейчас мы заключили договор с одной компанией по СМ-продвижению, в которой ребята сейчас входят в курс дела, проникаются, пытаются вникнуть в это все дело, для того, чтобы не просто делать это все от фонаря, а реально для того, чтобы делать это от нашего имени, они должны думать как мы. Вот у меня такой подход. И у нас не все получается. То, что они предлагают, я вижу, они предлагают какие-то шаблонные стандартные решения, которые как у всех и как для всех, и мне это не нравится. И у нас сейчас вот идет эта притирка после этой встречи, встреча с ними, и я буду пытаться передать вот этот наш генетический код. Как проходил выбор? Вы просто кого-то взяли, каких-то знакомых, либо какой-то тендер был? Был образно говоря тендер, да. То есть изначально вы решили, что они вам подходят, но сейчас вот в процессе работы какие-то есть… Никто не подходит изначально. Ну, как бы ты выбираешь людей, исходя из их там портфолио какого-то, да, исходя из их опыта в общении общаешься, смотришь на то, как они… что они тебе предлагают, как они это видят. А потом уже происходит другой, следующий процесс – самостройки, когда ты с ними должен быть на одной волне. Если ты с ними не на одной волне, то они… ну, это будет чужая страничка в Инстаграме, даже своими фотографиями. Какой сейчас оборот в количестве штук пицц, да, было пиковое… До кризиса или… До кризиса и во время кризиса, да. И вообще, как вы пережили кризис, как вы боролись с вот этим жутким падением? Ну, хотя говорят, что доставка еды выросла, да, возможно, вы даже приросли. Не-не, доставка продуктов питания выросла, не еды. Спрос вырос, рынок доставки вырос. Но за счет очень большого увеличения количества игроков на этом рынке, в принципе все сидят на подсосе, у всех мало. То есть все массово… Рынок вроде как вырос, но из-за того, что все массово туда ринулись, он упал по итогу. Да. Что по количеству было до – пиковое значение, и что вот в кризис удавалось? Ну, кризис, что сразу произошло? После того, как ввели карантин, закрылись офисы. Офисы закрылись, соответственно, большие, ну, сразу крупные заказы, все упали. Книги рождения, корпоративы… Остались только частные заказы домой. Одна-две пиццы – и поехал. Одна-две пиццы – и поехал. То есть, и, соответственно, ну, сразу мы потеряли где-то процентов, минимум 30-40 процентов заказов просто ушло из-за того, что не стало офисных, плюс не стало крупных заказов. А на мелких заказах компании, как у нас, не зарабатывают, только теряют. Как бы у нас такой принцип, ну, наверное, во многих бизнесах, да, но я эти бизнесы не смотрю, я говорю о своем бизнесе. У меня есть заказы, на которых мы теряем, есть заказы, на которых мы зарабатываем. И здесь нужен этот баланс. У тебя должно быть больше заказов, на которых ты зарабатываешь, чем заказы, на которых ты теряешь. Почему теряете? В этом бизнесе нет. Почему хотя бы не ноль, ну, хотя бы не ноль или там легкий плюс? Зачем теряете? Потому что низкая рентабельность. То есть, когда ты просто везешь, допустим, если у тебя минимальный заказ на доставку 150 гривен, как это было до кризиса, и ты везешь пиццу за 150 гривен, доставщику ты платишь 70, ты платишь повару, ты платишь, ну, сам фудкост порядка 35 процентов, там, до 40 иногда процентов, а иногда и до 50 процентов фудкост, смотри, какая пицца. Соответственно, ты не можешь на этом заработать, в принципе, на этом заказе. Ты на нем в любом случае потеряешь. Но это, как, можно сказать, твое вложение в этого человека, в то, что он потом закажет у себя на работе, или закажет на нерождение, или закажет, ну, сделает более крупный заказ, или посоветует тебя кому-то из твоих друзей, знакомых, там, и так далее. Ты не можешь отказать ему. Ты отказываешь, если вообще еще ниже его заказ? Если человек просит, там, мне за 30 гривен что-то привезите, конечно, мы не повезем. Поэтому вот этот минимум, это 150 гривен, да, но средний чек не 150 гривен, средний чек выше за счет крупных офисных заказов больших. И это помогает этому бизнесу вырасти. На самом деле рентабельность очень невысокая. Доставка очень много съедает денег. Последние переговоры, которые мы вели, ракета 38 процентов от стоимости. А уже 38? От оборот. 38 процентов, ну, что это? Было 30, по-моему. Когда у тебя рентабельность 10 процентов со своими курьерами, ну, хорошо, отнять своих курьеров. Ты выйдешь, если вообще ничего не доставлять, ну, просто вот взять эту статью расходов, убрать, то у тебя будет рентабельность, допустим, 25 процентов. Ну, а 38 – отдай ракете. То есть, получается, это не инструмент для заработка, это может быть инструмент для маркетинга, для каких-то других целей. То есть, с помощью этого инструмента достаточно дорогостоящего, который тебе обойдется, ты за него заплатишь. Если ты можешь это как-то получить, этот профит в чем-то другом, благодаря тому, что ты этот инструмент используешь, возможно, да. Я не вижу, как это можно использовать в своем бизнесе, поэтому этим инструментом не пользуюсь. Это невыгодно, плюс у тебя нет гарантии. Ты не можешь на них повлиять, на качество их доставки. Если их курьер перевернет твою пиццу, то претензий ты не сможешь ему предъявить. А к своему курьеру ты сможешь предъявить. Если их курьер, там, как-то неправильно пообщается с твоим клиентом, ты, опять же, не можешь никак на это повлиять. Со своим курьером ты можешь поговорить, ну, и так далее. Как-то можешь на это повлиять. То, на что ты не можешь повлиять, как бы, я стараюсь не играться с такими историями. Это как некоторые службы используют такси. Ну, таксист, он приехал, уехал, ты его больше не найдешь. Как он с своим клиентом поговорил, ты не знаешь. Но чаще всего ты узнаешь уже потом, пас-фактум, когда тебе прилетает жалкость. Где-то в гугле написали, да, что-то вы очень-очень плохие ребята. Я вас перебил. Начался кризис, падение 30-40%. Как с этим боролись? Не только в падении 30-40%, а в том, что там транспорт перестал работать. И, ну, у нас проходили ежедневные, ежедневные собрания всех наших менеджеров. Просто в авральном режиме. Мы просто встречались, иногда просто встречи назначали за час буквально. Все срочно, все там съезжаемся, встречаемся, обсуждаем, что делать. Потому что есть сотрудники, которые там в зоне риска находятся. Есть сотрудники, которые в других городах живут и не могут добраться. Есть, ну, что делать вообще, как себя обезопасить. Никто ж не знает, что это за зверь вообще, этот коронавирус. Все боятся, никто не знает, как с этим работать. И мы выстраивали, мы все цепочки анализировали, как этот вирус может попасть к нам, как мы можем заразиться, как мы можем заразить клиента, как мы можем... Мы все это очень детально проходили, каждую цепочку вообще старались. Ничего не упустить. У нас все изменилось, изменились правила внутренние, там, само вывоз мы закрыли. Мы, к сожалению, прекратили сбор упаковки. Наша основная вот эта идея, как бы ценность, мы до сих пор пока еще таки не вернули. Да, меня на кухне ждет. Ну, просто мы не можем этого делать, честно говоря. Мы можем отморозиться и делать. Мы ввели у себя ХАСП. ХАСП – это система безопасности пищевых продуктов, контроля качества, контроля безопасности и критических точек. По большому счету сейчас все предприятия общественного питания должны внедрить в себя, уже давно должны были внедрить. Это раньше была сенсанция, а теперь сенсанции нет, но сейчас уже как бы ее опять возрождают. Достаточно сложная во внедрении система, которая, ну, контроля критических точек. Ты работаешь с продуктом, как ты его, у кого ты его покупаешь, как ты его покупаешь, как ты его транспортируешь, как ты его хранишь, как ты его перемещаешь на производство, как он там принимается, как он там хранится, как он там перерабатывается, в каких условиях, на каком оборудовании. Вся цепочка должна быть прослежена от момента закупки до момента продажи этого сырья даже, не пиццы, а сырья. Вот, и все это должно быть описано, прописано с временными какими-то рамками, температурными, там, технологическими всеми условиями и все прочее. Это миллион журналов, это миллион чек-листов ежедневно. Ну, то есть, миллион чек-листов сложенных, да, но ежедневно заполняются там десятки этих чек-листов по разным поводам. По температуре в каждом холодильнике, там, каждые три часа измеряется температура, там, температура продукта, в общем, все чек-листы уборок, контроля, сейчас добавились чек-листы контроля температуры сотрудников и так далее. Нам надо было внедрить в эту нашу систему ХАСП, надо было воткнуть еще и в систему вот безопасности от этого коронавируса. И мы это все, ну, нам надо было как-то это все совместить. Мы, ну, это было, наверное, сложнее, чем, на самом деле, проблемы там с продажами. Потому что с продажами мы быстро, мы все, что надо, мы сократили, ужали, ну, людей отпустили. Мы никого не сократили, мы никого не уволили, но нам пришлось закрыть одно производство. И люди, которые жили, у нас много людей работали из Днепродзержинска. Были люди, которые сказали, ну, все, карантин, я работать не буду, я там буду сам сидеть в отпуске. То есть люди, которые сами такое решение сделали. Соответственно, вот практически количество людей из одного производства, это получились те люди, которые, кто-то не смог просто добраться физически, который жил в регионах, кто-то по состоянию здоровья, которые были в группе риска, остались дома. Кто-то, кто сказал, что я как бы сам остаюсь дома на самоизоляции. Мы платили, ну, мы не платили зарплату. Мы платили просто там, материальную помощь выплачивали таким людям, чтобы им было хоть на что купить себе продукты и все такое. Но это нельзя было назвать зарплатой. Основная часть, конечно, работа людей. Мы всех людей свозили самостоятельно на работу, привозили, потом увозили с работы. Это тоже достаточно было затратно. Несмотря на то, что мы и так потеряли в продажах. Ну, мы так не ушли в минус не один месяц. Мы все эти месяцы отработали в ноль. Круто. Ну, пришлось сократить зарплату сотрудникам офиса. Ну, это хорошо, что удалось найти инструменты, благодаря которым и бизнес не ушел в минуса, да, и он не умер. И сотрудники, штат сотрудников удалось сократить. Да, это были жертвы с каждой стороны, но во благо чего-то большого, во благо того, чтобы компания осталась и существовала, это очень хорошо, что и сотрудники пошли навстречу и смогли пережить этот момент пиковый. Офис весь наш, мы договорились, что мы сокращаем себе зарплату на 25%. То есть, вот это единственное, по сокращению зарплаты, тут было 25%, офис не зарабатывал. Но, когда мы видели, что мы заканчиваем месяц с небольшой прибылью даже, то мы эту прибыль, мы за счет этой прибыли компенсировали это сокращение зарплаты. Мы ее просто раздавали тем, кому сократили зарплату и тем, кто сидит дома. Сейчас вы уже возвращаете показатели до кризиса? Производство мы так и не открыли еще одно. Очень много офисов так и не вышли, на самом деле, работать. Наверное, понравилось ребятам сидеть, удаленно работать. То есть, они сами не хотят выходить пока? Да. То есть, они и не увольняются, но… Наши? Ну, я имею в виду офисные, те, которые заказы нам делают. А, люди, которые… То есть, у вас сейчас штат операторов по домам принимает заказы по домам? Никто по домам у нас не работает сейчас. Все уже работают, да. Не все вышли на работу. Не все, ну, пережили этот карантин в том плане, что там остаться у нас работать. Кто-то, может быть, нашелся другую работу какую-то. Те из людей, которые дома сидели, остались. Ну, большинство, основной коллектив весь сохранился. Хотел спросить, откуда у Экапицы суши появились? Что это? А вы же Экапица, откуда суши? Карантин. Это ваши суши или… Нет, нет, нет. До карантина мы… Ну, реально много запросов на суши. Реально много запросов на суши. И мы уже были готовы сделать суши сами, самостоятельно. Наняли… Практически наняли уже человека, который хорошо разбирается в суши. У нас есть помещение, в котором раньше была теплица. Мы сами выращивали себе зелень. Базилик выращивали. Само помещение планировалось как раз под какой-то из производств. И оно у нас стоит, это помещение, и мы решили сделать суши. Но мы очень требовательные. Я и мой партнер, он особенно, он любитель суши. И любитель очень качественных суши. Он вообще… Он очень… Считает, что очень хорошо в них разбирается. И, соответственно, ничего… Так же, как и с пиццей, да, суши должны быть вообще идеальные. И мы уже вели переговоры. Мы уже там… У нас был список оборудования, список продуктов. Мы уже практически уже понимали, каких людей мы возьмем на работу. И, ну, ударяет этот кризис. Капиталовые вложения там были небольшие. Но, как бы, мы… Хорошо, что мы их не потратили эти деньги. Потому что нам эти деньги очень сильно понадобились в момент кризиса. Потому что мы, благодаря, ну, наличию каких-то наших там накоплений, запасов, мы первое время держались. Небольшие – это 10, 15, 20 тысяч долларов. 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 На самом деле, еще меньше. Ну, просто я сужу по пицце. Вы сказали, небольшие 40 тысяч. Вот здесь небольшие – это… Ну, там немного. Ну, совсем немного. Когда у тебя уже все готово, и тебе надо там поставить просто оборудование, то оборудование, на самом деле, там даже 5 тысяч долларов не затягивает такое. Для суши вообще немного надо оборудовать. Ну, а суши вы хотели готовить там же, на базе своего производства? То есть, учитывая то, что нержавейка вся у вас есть… Ну, нам надо было 100 тысяч гривен всего лишь, чтобы запустить суши. Ну, это наличка. А в момент кризиса, когда ты не знаешь, что тебя завтра ждет, это достаточно большие деньги, я хочу сказать. Вот. И мы их не успели потратить, и они, ну, нас выручили эти деньги в будущем. Ну, потом. Параллельно с нашими, там, комитетами, да, заседаниями по безопасности, по тому, что делать, в принципе, вообще с производством, с этим бизнесом, у нас еще были финансовые комитеты. Когда мы ежедневно с нашим финансовым директором, главным бухгалтером и два собственника, мы ежедневно проводили собрания, такие, ну, финпланирования. Мы перешли в планирование с, там, года, полгода, там, квартальных вещей, мы на недельные периоды перешли. У нас неделя, и каждая трата четко фиксировалась. И, то есть, мы согласовывали каждую трату, там, вплоть до 100 гривен, что нам надо купить вот это, вот это, вот это. Мы планируем, это мы покупаем в понедельник, это во вторник, это там в пятницу покупаем. Здесь нам нужны будут деньги на закупки, здесь нам нужны будут деньги на зарплату, здесь нам надо будет заплатить аренду. Вот такие мы предполагаем доходы, вот такие у нас будут расходы. И мы балансировали каждый день для того, чтобы не уйти в кассовый разрыв, для того, чтобы, ну, уметь погасить свои обязательства. И мы никому не задолжали, мы со всеми рассчитались, мы не задерживали ни зарплату, ни задолженности свои, ничего, благодаря такому вот жесткому ежедневному планированию. У нас это месяц, каждый день у нас было планирование. Каждый день, целый месяц. Ну, кроме выходных. В выходные мы не встречались, а так, вот. И, ну, в общем, нам тогда помогло то, что мы не потратили эти 100 тысяч гривен. Возвращаемся к суше, да? Ну, все это место пусто не бывает. И проходит месяц этого карантина. Звонит мне мой хороший знакомый. Говорит, слушай, у меня у друга в Днепрозежинске там рестораны есть. У него пицца и суши. А в Днепре у него тоже есть ресторан, но он его сейчас закрыл, этот ресторан. И, как бы, не знает, что делать. Может, вы что-то там поговорите, договоритесь о чем-то. Ну, давай просто познакомимся с человеком. Ну, в принципе, даже на первой встрече я уже ехал, понимал, что я бы хотел, какой бы результат хотел нашего знакомства. Но уже понимал, что это хорошая возможность просто ребятам отдать это помещение, чтобы они работали в этом помещении, делали классные суши, мы их будем доставлять. Ну, а там о вознаграждении договоримся. Ну, на этом мы и сошлись. Так мы и договорились. То есть это, по сути, коллаборация, да? Вы просто как ретейдеры. Это коллаборация, да. Причем мы сначала договорились, а потом начали узнавать, что же не производят. Мы поехали в Днепрозежинске заказали суши. Честно говоря, нам они не понравились. И мы потом, честно, сказали о том, что нам не нравятся ваши суши. Вот потому-то, потому-то, потому. Мы уже были готовы отказаться. Но ребята пошли на встречу. Под вашу доставку разработаем принципиально другие роллы. И они прорабатывали это все у нас на месте. Увеличили порции, изменили там сырье. Некоторые продукты, которые входили в суши, они изменили вообще полностью. И, соответственно, изменилась цена. Все изменилось. В большую сторону. Да. Оно просто стало из-за того, что хороший продукт, качественный, и больше вес, и требования к упаковке. Естественно, цена изменилась. И поэтому клиенты, которые там кушают их в Каменском, они не кушают их, наверное, в Днепре. Потому что вообще все другое. Хотя названия остались те же сами. И сейчас вот так вот мы и работаем в такой коллаборации. Мы им предоставили помещение, они делают свой продукт. Мы его доставляем, мы его рекламируем. У нас просто был близкий доступ к клиенту. Вот такая коллаборация. То есть продукт, за который вам не стыдно, которым вы тоже гордитесь, но он создан в коллаборации. Да. Понял. И им хорошо. И они как бы, ну, ребята остались без работы фактически. Закрылся ресторан, осталось оборудование, остались люди без работы. Они нашли у нас место, где работать. Они работают, зарабатывают, делают свой продукт. И идея мне это понравилась, и я вот думаю, как развивать эту мысль вообще. Хочу немножко больше поговорить о вас как предпринимателе. Как, из чего состоит ваш рабочий день? Из чего начинаете? Как, где здесь работа, где здесь отдых? Какое есть хобби, чем увлекаетесь? Работа по-разному складывается. То есть у вас нет какого-то шаблонного рабочего дня? Нет, честно говоря, сейчас уже, я уже боюсь этого, но появляется шаблонный рабочий день. Мне это не очень нравится, если честно. Тревожный звоночек. Тревожный звоночек. Тревожный звоночек. Начинается всегда, я приезжаю в офис и начинаю работать. Утро стандартное, проснулись, кофе, позавтракали и на работу? Либо же какие-то пробежки? Либо же, я сомневаюсь, проснулся и на прогулку. Я хожу. У меня хобби – ходьба. А сами или с собакой? Иногда с собакой, но чаще всего сам. Хожу, просто хожу, считаю там, ну телефон считает шаги. Иногда катаюсь на велосипеде, но в основном сейчас вот у меня, ну реально хобби – ходьба. Я все время стараюсь ходить пешком. Если есть возможность пройтись, я всегда иду пешком. Где-то навстречу, по делу. Утром проснулся, пешком, ну к сожалению из-за того, что я не люблю рано вставать. Я встаю там в шесть часов. А, это не рано? Рано вставать для того, чтобы больше ходить. Я бы ходил больше намного, но я хожу с шести до семи в среднем. Это порядка там шести тысяч шагов получается за час. Шесть, чуть больше иногда бывает. Хотелось бы ходить от десяти, десять-двенадцать тысяч. Ну получается где-то с утра в шесть прошел. Все, пришел, позавтракал. Ребенка там разбудили, помыли и сами там привели себя в порядок, поехали в садик. Ребенка в восемь часов, в девять часов отдал в садик и все. Без пятнадцати девять, и в девять я уже на работе. То есть вы постоянно на производстве или в офисе? Нет, я вам где-то хожусь в офисе. Ну где-то в общем рядом. Я в офисе, ну мигрирую между производством и офисом. У нас там расстояние 15 минут ходьбы. Как раз есть возможность походить еще. Чтобы до десяти дотянуть, да? Да, у меня в прошлом месяце был свой такой рекорд, пятьсот тысяч шагов. Да, я кстати видел, я опалдел. В сториз вы выкладывали. Это за сколько это было за месяц? За неделю у вас было сто тридцать тысяч, по-моему, тысяч или как-то так, да? Пятьсот тысяч это было за тридцать дней, да. А вот здесь. Пятьсот тысяч шагов. Ну это очень здорово, мне очень нравится. Ну у меня началось все с того, что мне надо было сбросить просто лишнего веса немножко. Я в семь килограмм в течение месяца мне удалось так сделать. Ты чисто ходьбой? Ну каким-то правильным питанием? Ходьба и диета. Ходьба и диета. Перестали пиццу есть? Да, на месяц перестал есть пиццу, честно. Потому что ну нельзя было есть мучные изделия. А в вашем случае теперь можно переходить с пиццы на суше и уже вот, вот тебе пожалуйста диетическое питание. Да. Ну я в основном использовал какие-то диету, жир, белки и совсем чуть-чуть углеводов, практически ноль углеводов. Что бы вы могли посоветовать предпринимателям, которые захотели бы идти по вашим стопам в фуд-сектор, либо в сектор доставки? Вот если кто-то будет начинать что-то свое, захочет доставлять, не знаю, вареники, на что обратить внимание? Есть два, две мысли такие, да, у меня, ну из моего опыта личного. Первое, это неправильно, неправильно, но если так не сделать, то никогда ничего не получится. Такой парадокс, да, вроде как неправильно, но надо делать. Поменьше вникать в мелочи и в детали. В процессе обдумывания не думать о рутине, не думать о… Да, мне казалось, так всегда и получается, ты где-то, вот, ты как создатель витаешь в облаках, ты где-то что-то придумал и, по-моему, никто не… Ну побольше вот витать в облаках, думать о концепции, думать об идее, думать о смысле, думать о том, что, ну, в общем, мечтать, наверное. Ну, это мой такой опыт, потому что, ну, у всех он свой, разный, кто-то подходит чисто прагматично и с просчётами, и, наверное, так и делается крупный бизнес большой. Ну вот для мелкого бизнеса, почему люди не становятся предпринимателями очень часто, почему они очень мелко плавают, потому что они, ну, не позволяют себе мечтать, а больше начинают узнавать, ну, углубляться в детали. И когда они понимают, что, блин, мне же для этого надо и вот это, и вот это, и бухгалтер, там, аналогии как платить, а кто их будет там… и с людьми работать надо, и товар где-то покупать, а это сложно, и транспортировка, и переработка, и потом продажи. Как только люди начинают об этом думать, у них становится блок, и они не идут дальше. Они пугаются этого, откладывают это на потом и… Лучше пусть будет мой варёчек, где я буду сам сидеть, что-то продавать, и нормально, да, зато я всё понимаю. Да, можно меньше… Оно само придёт, оно придёт сразу же, как только ты начнёшь этим заниматься, но желательно, конечно, не загружать себя с мелочами вот этими. Вот. А второй совет? А второй совет – это во всём, ну, это мой опять же опыт личный, да, искать смысл в том, что ты делаешь, потому что тебе очень быстро надоест, особенно, если ты не будешь зарабатывать деньги первое время, если окажется не так, как ты хотел, не так, как ты думал, на что… Тебе не выстроится очередь в первый день, а придётся ещё доинвестировать, придётся ещё терять деньги на этом всём, то есть ты и так вложил, ты ждёшь возврата, а у тебя его нет, а тебе приходится доинвестировать. То без большого… без идеи, без смысла это очень быстро прекращается, и надоедает, и заканчивается. Ну, то есть, вообще, и только идея, и смысл какой-то тебя в этом удерживает, ты видишь какой-то свет в конце тоннеля и делаешь это ради будущего. Если бы у вас, как… пользуясь, конечно, вашим опытом, если бы у вас было для инвестиций тысячи долларов, десять тысяч и сто тысяч, куда бы вы их вложили? Ой, сейчас не знаю, ну, сейчас свой бизнес вложил бы в развитие. Ну, сто тысяч, окей, да, вы бы вложили в развитие, если бы это были маленькие какие-то суммы, там, тысяча и десять тысяч. Я не знаю, у человека с ваших полетов, наверное, тысячу долларов непонятно, куда вложить, непонятно, с чего начать, условно, без инвестиций. Условно, без инвестиций. Ну, конечно, нет. Но они очень быстро проживутся. Нет, для начинающего предпринимателя тысяча долларов – это тоже нормальные деньги для старта. Можно найти, чем заниматься и за тысячу долларов. Не обязательно закупать сразу там все оборудование, я не знаю, что там. Покупать. Главное их не тратить на нейминг, на аренду офиса. Максимально работать за счет своих собственных ресурсов. То есть не даже… Можно бизнес и без денег сделать. Можно и без денег. Самое главное, ну, надо самому вкалывать. Как говорит, там, черняк ЕБШ, да, 24 на 7, 365. Ну, вот без этого никак. Вот это я на себе прочувствовал, когда я открывал свой первый бизнес. Когда я думал, что, да что, я уже вложил деньги, как бы, сейчас уже пойдет возврат, сейчас вот я уже нанял сотрудников, двух каких-то теток, непонятно. И сейчас начнется, да? Сейчас пойдет. И пока я не понял, что надо самому становиться. И еще долго-долго не будет денег на то, чтобы платить кому-то зарплату. А еще надо уметь управлять людьми вообще, кроме того, что… Но это сложно. Надо самому стать, через себя пропустить. Вначале. То есть главный вывод, сколько бы денег не было, ты в любом бизнесе, любой бизнес можешь начать, но в любом бизнесе ты полностью поглощен с головой туда. Это твой первый бизнес. Ну, особенно это касается первого бизнеса. Мы говорим, да. В будущем, конечно, ты уже другие совсем подходы. Ты уже ищешь профессионалов, людей, которые в этом разбираются. И они тебе, ты в них инвестируешь. Это уже по поводу 100 тысяч. А когда у тебя тысяча, то у тебя нет, возможно, доступа к этим людям. Ну, может быть, это знакомые, которые тебе помогут советом, но они вместо тебя не станут и не будут работать. И тогда тебе приходится самостоятельно пропускать это через себя, через каждый свой нерв, каждую клеточку, вникать в это все. И потом, благодаря своему опыту и компетенциям своим, ты уже умеешь управлять другими людьми, потому что ты сам это все прошел. Какой вы видите свою компанию через 20 лет? Какой бы вы хотели видеть свою компанию через 20 лет? Будет ли эта компания через 20 лет? Ну, допустим… Сейчас так быстро меняется. У вас же есть, допустим, 5-летнее планирование какое-то? Давайте через 5, давайте не через 20, а через 5. Я, честно говоря, не сторонник долгосрочного планирования. Особенно вот это показало вот эту ситуацию с коронавирусом, что вообще эти все планы… Но все равно должно быть не только тактическое, но и стратегическое планирование. Сейчас больше тактика… Конечно, конечно, конечно. Ну, я вижу как франшизу. То есть все-таки нам можно ждать Экапицу как франшизу и можно ждать ее в других городах. Да, у меня есть запросы на франшизу. У меня есть запросы, но я пока не готов ее продавать. Я не готов сам пока открывать новые производства и новые города. Почему? Потому что я по своей природе, так как я перфекционист, мне всегда чего-то не хватает для того, чтобы вот стартануть. Я понимаю, что мы недавно запустили разработку франшизы, и у нас вопросы… Ну, начали возникать вопросы, как можно было передать эту технологию, ее надо описать детально. И ты начинаешь тогда понимать, а вот это мы пока еще делаем, образно говоря, не по инструкции. Да, а каждый там на своем месте решает на свое собственное усмотрение. Да, у них есть… Они заряжены на результат, тот, который мы ставим, да, на клиент-ориентированность, на какие-то там наши, образно говоря, показатели, да, что вот результат твоей работы должен быть вот таким. И ты должен делать все, что от тебя зависит для того, чтобы дойти, то есть достичь этого результата. Будь ты поваром или уборщицей, или курьером, или там оператором. Вот. Мы пока на уровне смыслов это обсуждаем. Понимаешь, а как это передать другому человеку, который придет и скажет, вот тебе деньги, научи меня, отдай мне технологию, опиши, ну, дай мне вот инструкцию, да, и я по ней буду работать, по этой инструкции. Но это пока еще не систематизировано в какой-то учебник, образно говоря, который можно передать другому человеку. А экопица в других городах ваша, если не франчайзинговая? Там тоже Запорожье, которая в 70 километрах. Да, ну, опять то же самое, то же самое. Не хочется… Если у тебя нет описанной технологии, нет вот этого учебника, образно говоря, тогда там будет другая экопица. Когда начинаются разговоры, а у нас вот так, сказал, у тебя два производства, даже два банально, не десять, не двадцать. Здесь тоже были такие нюансы, да? Да. У нас это было, когда у нас была «Орбита», а потом открыли в центре. У нас было два производства, и мы еще вообще к этому не были готовы. И у нас два производства и две разные компании. Когда одни люди, повара приезжают на другое производство, там, заменить кого-то, они говорят, а у нас по-другому, а у нас вот мы это делаем вот так. В принципе, на качестве продукта это вроде как не отражается. Но они по-другому что-то нарезают, они по-другому там как-то хранят, у них по-другому там оборудование расставлено, цепочка технологическая другая немножко. Вот. И это уже говорит о том, что это неготовность к развитию, ну, к масштабированию. Масштабирование должно быть, ну, когда у тебя уже как бы есть что-то уже готовое, ты отпочковываешь, и это фракталы такие, фрактальное такое развитие. Когда у тебя каждый похож, следующий похож на предыдущий, и ничем практически не отличается, кроме размера. А консультанты по франчайзингу, они вам не помогают эти ТЗ-шки? Нет, они за тебя не опишут твои процессы. Они тебе дают шаблон. Они говорят, вот шаблон, заполни его. Вот второй шаблон, вот третий, вот четвертый. Вот тебе вот эта система вся. Тебе надо только туда вписать все свои правила, стандарты, инструкции, технологии, рецептуры и все прочее. Ну и получается достаточно поверхностно. Почти все есть, но нет, вот не систематизировано это. То есть в целом, не знаю, в перспективе трех лет можно на что-то… Мы уже отработали это на нашем втором производстве и, в принципе, практически большинство моментов уже отработаны. Ну, сейчас опять же кризис этот. Продажи мы так и не восстановили все на сто процентов. Поэтому, ну, ждем. Сейчас еще и лето. Лето всегда проседает в этом плане. Хорошая погода для бизнеса доставки – это плохая погода. А плохая погода – это очень хорошая. Ждем холодов и осени, накопления жирка. В завершение, ваша любимая книга – сериалы «Блюда». Книги вообще люблю читать, но мало времени на них очень остается. И, ну, очень люблю читать. Моя книга, которая… Ну, на меня очень много книг повлияло разных. Можно их перечислять много и долго. Но самая большая книга, которая больше всего на меня повлияла и изменила меня – это «Атлант расправил плеч» Айн Рэнд. Очень она на меня повлияла. Все части. Я просто очень большой нелюбитель третьей части. Я просто… На третьей части больше всего повлияла. Вот эта утопия, которая… Его выступление Джона Голта. Ну, в общем, на меня очень большое впечатление произвело. Я два раза ее читал. Сейчас жду момента, когда я ее прочитаю третий раз. Ну, каждый раз я что-то там открываю новое в ней. Изменилось мое мировоззрение сильно. Ну, это та, которая сильно повлияла. В общем, очень много разных книг. Сейчас, увлекаясь Талебом, очень нравятся его книги. Сейчас читаю «Антихрупкость» и «Рискую собственной школой». Параллельно две книги читаю. Очень много выводов, очень много инсайтов. И таких вот прям… Очень много стал думать. Ну, когда читаешь философа такого, да, то ты начинаешь очень много и рассуждать вообще. Насчет «Антихрупкости», «Неуязвимости», «Хрупкости». Сейчас вот у нас беседы, обсуждения на работе. Ну, я, по крайней мере, все время с сотрудниками, с менеджерами говорю об этих вещах. О том, где мы хрупкие, где мы неуязвимые, как стать «Антихрупкими», там, как… Ну, когда ты погружен в эту тему, ты как бы… Вот. Это насчет книг. Сериалы… Или фильмы? Что больше? Возможно, вы сериалы не смотрите. Недавно посмотрел… Очень давным-давно, очень давно смотрел Джон Голд. Боже, Джон Голд. Этот… Форест Гамп. А недавно пересмотрели с женой его, получили огромное удовольствие от этого фильма. Очень. Сериалы нравятся такие, как… Ну, стандартные – это «Миллиарды», там, «Карточный домик». Американские сериалы нравятся, современные, такие… Динамичные. И, в завершение, любимое блюдо? Блюдо? Пицца или нет? Главный вопрос. Пиццу очень люблю. Кушаю… Какая из ваших любимая? Из тех, которые у Эко-пиццы есть? Я очень люблю маргариту. Как это не банально. Очень люблю маргариту. Она очень вкусная. Я люблю ее с бортиком сырным Филадельфия. Абсолютно. А, нет, нет, мы с моцареллой заказываем. И я, кстати говоря, вот я всегда… Я вот тоже очень люблю маргариту. Я всегда, когда попадаю в кафе, я чувствую себя бомжом, когда я заказываю маргариту. Ну, вроде как бы… Ну, она же самая дешевая, да? Вот, как бы, у тебя ты приходишь и заказываешь маргариту. Дело не в цене. Дело абсолютно не в цене. Тебе хочется вот этого вкуса. Тем более, если это ваша пицца. Да, мне нравится этот вкус, этот томатный. Мне все нравится в ней. Очень нравится. А так вообще у меня… Нельзя назвать это любимым блюдом, да? Но я готовлю вареники дома, ленивые. Уже на протяжении там, наверное, двух… нет, трех лет. Три года я каждые выходные, суббота, воскресенье дома делаю ленивые вареники в семье. Просыпаюсь, делаю эти вареники. Они очень классные получаются. Я уже так научился их делать. Они просто у меня делаются на автомате и очень сильно вкусные. Они творожные такие, но очень классные. Класс. Мы предлагаем в комментариях данному видео написать самый оригинальный, самый необычный рецепт пиццы. Имеется в виду наполнение. Ваше предложение для эко-пиццы. Сергей выберет по своему усмотрению самый интересный. И победитель получит… Как вы думаете? Я не знаю, что можно. Можно, если победитель из Днепра, можно ему подарить несколько пицц вашего производства. Если человек будет из другого города, то мы от нашей программы вышли ему какую-нибудь бутылочку лимончелло. Если уже ввести линию Италии, то пусть это будет лимончелло. Мы купим бутылочку, да, ну какую-то, может быть, сувенирку с нашей фирменной символикой. Но пиццу не можем по новой почте отправить, конечно. Да, пиццу нет. Если вы будете из Днепра, то вы получите пусть будет две пиццы, две эко-пиццы в подарок. А если вы из другого города, то вы получите бутылочку алкоголя и какой-нибудь сувенир. Если вы опять-таки из Днепра, вы сможете выбрать между этими двумя подарками. Кроме того, я предлагаю, если вам очень сильно понравится этот рецепт и эко-пицца внедрить его у себя, то победитель от нас получит ящик шампанского. Ух ты, ну хорошо. Мы все расходы берем на себя, просто вот будет такой вот закономерный... Я могу быть вдоль. Может быть какой-то сезонный продукт. У Магдональца есть сезонный продукт. А, у вас же тоже есть сладкие вот с фруктами, да? Я, кстати, ни разу не пробовал, нужно будет протестировать. Сейчас бы мы хотели пройти на экскурсию на производство, посмотреть, как готовится эко-пицца. Мы сейчас закажем одну из наших любимых пицц и посмотрим, сколько времени пройдет от заказа до ее изготовления и как, собственно, она будет готовиться. Поехали! Продолжение следует... Я не могу, но я не могу. 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 Я не могу.